Экспозиция о посмертных масках советских вождей проводится в горках ленинских не впервые. Еще несколько лет назад посетители могли лицезреть эти редкие музейные предметы. Выставка пользовалась успехом и было решено вновь достать из запасников гипсовые маски советских политических деятелей. Только теперь в основу экспозиции легла идея сооружения пантеона. Пантеон в переводе это, ну как бы, пантеон теос, все боги. Это вот такое греческое понятие, понятие такого храма, объединяющего всех богов одной религии. Вот слово пантеон в том советском варианте предполагалось, что должна быть создана усыпальница, в которой будут располагаться прах и останки всех вождей, ну всех политических деятелей советского периода. Однако данному проекту не суждено было сбыться, а выставка пантеон советских вождей своего рода фантазия на тему, как это могло бы быть. Для достоверного антуража музейное помещение стилизовали под камеру древнеегипетского храма. И вот посередине зала застывшие в гипсе лица Ленина, Сталина, Свердлова, Дзержинского, Крупской, Троцкого, Калинина. Они как будто смотрят на посетителей из Вечности. Собрание слепков начинается с 1924 года. Первой стала маска вождя мирового пролетариата. Вот здесь вы можете видеть маску Владимира Ильича Ленина, работы скульптора Меркурова. Как известно, Меркуров появился в Горках буквально в ночь смерти Ленина. И сразу он приступил к созданию посмертной маски. Этих масок было сделано несколько. Одна из них, одна из первых, была сделана для Надежды Константиновной Крупской, которая и завещала эту маску для музея-заповедника, который тогда еще не был создан, но который должен был быть создан по решению правительства. Вот эта маска здесь и находится. Учитывая невозможность долгого нахождения гипсовых масок под прямым светом, выставка продолжит свою работу ограниченное время, еще порядка трех месяцев. После чего экспонаты вновь вернутся в специальные хранилища. Екатерина Коваленко, Владимир Бижонов и Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова